ребят всем привет василина в батуми приветствует вас вахтанг и сегодня у нас гости сегодня у нас вахтанг непрерывно звонит телефон уже вот как начался сезон просто я мужа не вижу днем вот до сих пор уже уже вечер сколько уже 8 часов у него просто один-второй телефон звонит а я хочу вас познакомить сегодня с нашими гостями женя ульяна приехали из уфа сочи сочи пожили два года до 2 года пожили и как началась война переехали в грузию потому что были уже в грузии и знали что здесь хорошо можно сказать что хорошо относятся здесь кто до сих пор еще не был в грузии и не верят что здесь русскоязычным хорош хорошее отношение в каждом ролике об этом говорю что здесь не страшно марина приехала из москвы маринке страшно да не вы тебя обижает в общем у нас сегодня вот такой вот ужин сейчас вам расскажу из россии нам привезли свежий палтус я просто не ела мне тут так не хватает рыбы вкусной я пожарила в грузинской кукурузной муке и а это копченый ребят это просто невероятно вкусно с пивом батунская пиво реклама это просто производители пива обращайтесь ко мне вам сделал рекламу здесь у нас чизкейк улья ульяны был бизнес кондитерский сейчас тоже об этом все у них расспросим каумар джос каумар джос каумар джос расскажи как тебе работается в этом сезоне 2024 год на самом деле пока еще работает нормально на то что будет в июле и в августе я уже чувствую будет народу столько что лидер орби сети лидирует вовсе среди всех апарт отелей не потому что он самый лучший апарт отель я не хвалю его потому что он самый популярный как ни крути куда не зайдешь везде все едут в него куда не возьми все хотят него хотя знать что там в лифтах бывают очереди хотя знаю что с папа паркингом есть проблемы ребята как раз живут на тридцать третьем этаже на 32 31 все то что сказано подтверждаю сколько вы там живете уже два года будет сентябре полтора два года живете в армии обычно так долго там не живут но это же как бы такие квартиры что это только вот но апарт отель что прийти приехать только там две недели потому что у нас по бокам получается в аренда сдаются квартиры они почему-то редко сдаются видимо не сильно занимаются так скажем эти квартиры и вам не шумно и у нас тишина всегда тишина спокойствия было пару раз когда заезжали ну были разные звуки там стенки же такие очень тоненькие ну вот у нас вообще прям очень нам поставили плиту духовку все короче воздух комнатные ну а так выходишь на балкон нам нравится спереди город получается слева горы справа далее вот как раз у них у ребят вот у нас корби много много этажей там как раз за вот этим старым домом и вот ребята сейчас теперь знают где у нас терраса будут наблюдать побудем вам махать махать будет если увидеть как не хотим посмотреть где мы расположены потому что мы ульяна как-то предложил играет я буду махать и снизу посмотри повести какой то красное полотенце так что ребят ждем вас в батуми ждем вас наши апартаменты у нас есть студии двухкомнатные трехкомнатные панорамные вот вахтанг занимается и сейчас у него такой жаркий период когда мы не можем никуда уехать поэтому ездим с аркадием ездим вот с ребятами недавно ездили на коминсту потому что вахтанг все время на работе мы вот вырываемся когда приедете можете даже с нами попасть в тур расскажите про бизнес расскажите как вообще пришла идея в грузию почему грузия и расскажите про свой бизнес который мы здесь открыли у нас была школа городе уфа оффлайн оффлайн да все было нормально мы развивались потихоньку потихоньку не была школа небольшая там порядка детей на 30 у нас было потом случилась пандемия что делать вы пришли в онлайн потом мы перешли в онлайн к нам начали все знакомые совсем со всего мира прикрепляться прикрепляться и вы поняли что в онлайне тоже очень даже больше возможностей в онлайне да и мы очень мечтали всегда поехать и жить на море где-то вот в общем мы переехали случае открыли онлайн полностью наняли персонал и исполнительного директора там директора по персоналу попросим полную орк схему построили и уехали в сочи жили в сочи два года управляли онлайн и первый год у нас была минусовая школа нам было очень очень было тяжело мы все практически продали включая машины короче все на свете вот потом она постепенно а мы привлекли инвесторов она начала развиваться 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 сейчас у нас российская школа в плюсах все нормально но нам спокойно не живется поэтому мы еще решили открыть американскую школу у нас на второй год школа русская вышла в плюс но мы начали все плюсы закидывать в американскую школу и начали развивать американскую школу опять мой год без прибыли жили потому что все уходило в американскую и вот к марте по моему этого года у нас наконец-то международная школа вышла в маленький плюсик вот и в общем опять нам не живет спокойно мы решили открыть еще и оффлайн вот и сейчас у начала были против но потом по поиске наших так скажем клиентов мы решили все-таки решили открыть потому что как ни крути особенно начальная школа все-таки лучше когда дети учатся в оффлайне потому что у них внимание еще рассеянное потому что им больше нужно общение и так далее и поэтому все-таки сподвиглись и открыли вот оффлайн в общем ребят вот мы буквально познакомились на днях очень важная информация для тех кто планирует приехать в батуми с детьми постоянно мне задают вопросы по образованию образование в грузии русскоязычное есть грузинских государственных школах есть русские сектора где переполненные классы 30 больше человек матвея учится в чакве у нас есть на канале ролики про школу в чакве и милана учится в третьей школе но дело в том что в грузии очень слабое образование но вот именно в государственных школах да есть частные школы американские тоже школа есть сейчас открыли украинские школы но образование в государственных школах именно в грузинских школах очень слабенькая ну вот в русских секторах где учатся дети вот поэтому у нас матвей учился в фоксфорде это тоже онлайн образование пока мы были вновь пандемии вот но мне так захотелось уже чтобы он пообщался с кем и потому что ребенок когда сидит и не выходит из комнаты и все время за компьютером учиться ну как бы печально смотреть на это и хочется какого-то движения поэтому два года вот моего как а дали в чакве сейчас я уже подумывая об онлайн онлайн образование опять его вернуть в онлайн потому что ну чтобы как-то активировать нейронные соединения вот поэтому вот ребята как раз нам в помощь а как кондитерский бизнес затесался вообще это просто это вот как раз пятнадцатого года это просто у меня было хобби короче я очень вот у меня прям с этого не знаю с первого класса было хобби чуть печь у меня бабуля очень у меня мама постоянно работе была бабуля очень сильно из-за этого переживала потому что я брала такую книгу поварскую есть там надо было 12 яиц я короче 12 яиц потом меня чуть не получалось я все выкидывала но и так далее и вот у меня с детства такое было хобби в общем и какой-то момент мне прям интересно стало тоже видимо скучно стало каком-то из бизнесов и я начала просто сама там что-то делать потом я поехала обучилась потом я там начала нанимать уже кондитеров тут как раз мы жени познакомились он взял на себя все производство вот и короче мы начали развивать это кондитерскую у нас была сколько четыре точки на четыре точки на четыре точки 4 точки у нас было получается и все бухе за как у фена четыре точки заказа очень много сотрудничеству кофейни разные кондитерские это гляжа и нету руфе это такой был параллельный бизнес всегда то есть еще там была консалтинговая компания короче на но и потом потом что-то очень неинтересно этим заниматься а нет мы потом начали выходить на более высокие объемы вот с одной с одной сетью за партнерились у них там 200 магазинов и это была ошибка просто у нас все было из натуральных продуктов и как бы у нас все достаточно дорого было и или высокостатный до магазин для этой сети это было дорого на короче мы такие остатки нам начали привозить остатки в общем таки на это дело сидел посмотрели закрыли да иначе ли уже школу да всю энергию да и как раз у нас тогда начался уже детский бизнес там лагеря начали проводить да и мы напрямую влюбились в него и начали уже детский вот буквально позавчера до пятница была милана с матвеем матвей кстати будет работать у нас скоро ребята сейчас его сказали возьмут на испытательный срок на неделю до матвей будет в тестовом режиме помогать вожатым помощник вожатого вот в таком статусе поработает ну принципе ребенок согласился я была вообще искренне удивлена и большое спасибо ребятам что вообще вот так получилось ну что на действительно сейчас летние каникулы вот подростки они сидят дома это вот в наше время дай нонсенс был бы на нас бы дома оставить да я уже даже забывал что каникулы закончились меня дома не могли у нас такое время было что мы вообще дома не сидели а сейчас вот в основном дети они сидят дома поэтому для родителей конечно это большой плюс если ребенок куда-то вообще выходит и там проявляет такое желание что блин я буду ходить в лагерь буду помогать а милана так у нас это очень активный ребенок поэтому ей вообще да очень общительная поэтому а ей когда сказали о пойду ну как бы пошла и нормально сейчас будут ходить в лагерь а потом вот мы вот думаем сейчас как со школами быть так что вот ребят пишите звоните я под этим роликом оставлю контакты ребят оставлю ссылку ссылки на их инстаграм странички я не знаю сайт есть у вас нет инстаграм сайт инстаграм странички на школу на лагерь сейчас у меня тоже друзья приезжают из москвы тоже отправляющие знакомые тоже узнали я ну всем рассказываю все уже хотят отдать детей в лагерь все там подружки миланы вот так что если вы надумываете приехать даже в отпуск с детьми есть возможность пристроить детей чтобы они были всегда заняты и всякие разные там activity у них были и не просто сидели в телефонах а именно занимались полезными всякими штуками вот женя занимал женя спортсмен и как раз вот с детками я видела как он активно их всякие там как называются эстафеты да на море ходят на море купаются как в какие-то дни в какие-то расскажите про программу вообще ну нашей программе включено различные прямо мероприятия различные дисциплины мастер-классы спортивные мероприятия потом разные у нас есть работ работы на логику потом английский у нас есть у нас есть различные развивающие игры логические какие-то установки да то есть мы работаем прям в разных аспектах чтобы ребенок развивался в разных дисциплинах и был очень способным вот так кратко конечно не расскажешь но много всего интересного даже той стафета которая видела и василина она достаточно очень большая и непростая даже можно сказать в некоторых элементах она сложна даже для для взрослых людей вот но тем не менее мы даже на жаре находились и все дети практически выдержали эту стафету прошли ее и была очень интересная ничья ребята завершили прям ровно ровно так скажем глаз в глаз пришли на финишную прямую поэтому нас очень интересно дети соревнуются во первых получают баллы они борются за различные призы к сожалению у нас пока еще программе нет каких-то крутых призов ну мы особо на это не ориентируемся но тем не менее у нас дети борются иногда за велосипеды за планшеты за iphone и то есть разрыть различные техники какие-то спортивные инвентарь и то есть это очень интересно и мотивирующие дети также у нас так скажем приходят потом после наших лагерей и оповещают родителей что они улучшились у них появились какие-то навыки и просто показывают это в своей жизни например подходят и предлагают график составить домашний кто убирается ну за что ответственен что я там хочу работать так далее и один вопрос приходит у нас очень частый что вы такое с детьми делаете что они приходят совсем другие люди то есть можно сказать что они как взрослые себя ведут и по-взрослым уже общаются и хотят вернуться к вам это для нас так скажем является главным успехом в нашей школе и лагере да это очень значит значительно вот мы сейчас сидим ребята обсуждаем про недвижимость вообще сколько здесь стоит недвижимость сейчас уже я даже не знаю сколько сейчас двухкомнатная стоит но где-то около 50 тысяч долларов можно купить хорошую студию в апартаментах орби сити ребята купили два года назад за 73 тысячи долларов двухкомнатные апартаменты сейчас вот рассказывают с такими эмоциями насколько они увидели когда зашли это море вид на море и как бы эти светлые апартаменты в общем очень счастливы ульяна мы мы жили в сочи два года мы снимали дом и дома тут мы снимали там минут короче 20 надо было не даже больше минут 30 пешком надо было на море идти и мы просто видели море в окошке это было счастье я не знаю очень люблю море уже я тоже мы прямо мечтали жить на море вот и потом мы уже все четко решили что мы переезжаем мы продали квартиру в уфе и хотели купить сочи вот но на ту сумму которая у нас была но она была там в районе 5 миллионов рублей по тем временам да то есть небольшая сумма мы искали в сочи какую-то квартиру это было вот получается два года назад и конечно на 5 миллионов даже два года назад купить можно было очень небольшую студию это где-то там черта моим меркам да на каких-то горах короче тут надо было добираться до этого моря то есть море мы бы толком не видели вот и случилось так что мы приехали сюда то есть когда мы когда я увидела ту квартиру которую мы сейчас купили я просто вообще не могла поверить в счастье того что у нас море сколько там 250 метров от от нашего дома то есть мы его видим полностью я каждое утро сажусь у нас мы специально сделали такую типа барную стойку прямо напротив окон и мы садимся каждое утро зима лето неважно и смотрим завтракаем и смотрим на море вот и мы купили как раз в высоту мы сделали барную стойку чтобы маленький низкая ульяма сразу видела видеть весь горизонт а вот и в общем просто конечно тогда еще был курс доллара около 60 и мы смогли купить эту квартиру мы ее купили за 73 тысячи долларов если перевести но как раз там даже чуть меньше получается вот то есть конечно безумные деньги сейчас стоят квартиры в сочи просто безумные деньги ну вот пожалуйста альтернатива грузия хотя цены растут я вот эту квартиру купила за 53 тысячи долларов 72 квадрата и терраса 75 квадрат вот мы сейчас сидим на террасе у нас тут уже и кухня есть окна в этом году думаем если все хорошо будет за стеклим сделаем полы и вот тоже тут такое пространство там отдельно еще санузел мы сделали так что вот я тоже когда-то когда-то когда ехала сюда прям мечтала что я хотела прям большой большой балкон так что ребята мечты сбываются я извиняюсь я выскочу потому что у меня прям вот так разрывает мы понимаем очень нормально так что не неправильно поймите меня побежал и сейчас если вы еще будете здесь то через час на я думаю успею вернуться вот так работает у меня человек работает человек подписчиков еще здесь будете ребятки побежал я опять ребята давайте пригласим да и с ценами потому что будут вопросы задавать в комментариях сколько стоит час лагерь сколько стоит школа про американскую расскажите потому что ну действительно это прям проблема номер ван потому что родители все время с головной болью что делать с образованием детей и тем более здесь в грузии когда ты приезжаешь на новое место хочется чтобы ребенок как-то вклинился в какое-то общение какой-то социум расскажите по ценам и вообще что планируете там когда открывается школа как будет выглядеть американская школа как выглядит смешанная и русская и так значит сейчас про лагерь так как лето лагерь у нас стоит 750 лари за две недели смена смена до смена две недели с питанием с питанием да все это у нас трехразовое питание все как положено вот при этом если вы приезжаете в отпуск и меньшее количество дней можно купить неделю ну и конечно же у нас есть пробный день когда если ребенок там без сомневается до бесплатный пробный день вот поэтому вы можете записаться на пробный день как у нас конверсия с пробного дня в основной практически сто процентов все приходят на всем очень нравится значит с 1 сентября мы начнем тестирование для того чтобы ребенок поступал в школу если поступает ребенок в американскую школу то нам конечно же важно понять уровень английского языка если уровень английского языка недостаточен тогда у нас есть программа подготовки к американской школе то есть ну там в зависимости от уровня возможно месяц-два придется готовиться к американской школе при этом можно получать российское образование без проблем у нас российское образование оффлайн будет так же как и американское оффлайн с нулевого класса то есть это с 5-6 лет в зависимости когда вы хотите ребенка отдать и до 4 класса это оффлайн образование как мы все привыкли с учителями со специальными учебными материалами обычная школа вот а с 5 класса по 11 или 12 если на американская школа у нас будет смешанная система оффлайн онлайн то есть там обучение проходит на платформе но при этом будут тоже присутствовать живые учителя то есть если ребенок запутался что-то не понял если ему нужна помощь если он немного отстал от своей программы то всегда есть люди которые его подтянут объяснят вернут на какой-то материал да что непонятно и он пойдет дальше по ценам ульяна по ценам по ценам школы но сейчас мы так как набираем только детей у нас максимально низкие цены 690 лари в месяц это только обучение если вам понадобится продленка кружки мы тоже это все подготавливаем там конечно же будет это до 5 класса 690 лари до оффлайн оффлайн до по онлайн тоже нужно смотреть уровень ребенка что ему нужно подготовка не подготовка сразу в класс скажу чуть позже потому что оффлайн у нас цены в евро и в рублях ой извиняюсь онлайн надо будет перевести в лари и уже озвучить точный пресс и по лагерю по лагерю когда я сказал ну вот ребят так что не переживайте пишите вас проконсультирует оставляю все телефоны в описании под этим видео и ждем вас грузии вахачка на работе а мы решили вот сейчас чайку попить еще с ульянным чизкейком будем пробовать девчонки к нам присоединяться милана чизкейк марияж чизкейк видите какие у нас ребят талантливые дети в грузии и и и и и еще педали нажимаем так легко четвертый класс батомской консерватории дети дети у нас вышли на улицу идут песни так у нас ребят проходят вечера сейчас будем смотреть футбол первая атака вообще не отходили от воротом грузинских первая атака и гол опять вообще я в шоке пробовал и навес на карацхелю ошибка я не могу поверить автогол опять автогол а самые ворота я ждем и подключил но нифига не работа на культе вот там вот там ну там ничего не показывает и там не откроешь грузия проигрывает так что сегодня победа не будет по всей видимости уже раз кричит все равно вон там у нас бар кафешка и там тоже болельщиков очень много возле дома в этом доме вообще они все слышат конечно как они кричат подписывайтесь обязательно на канал кто еще не подписался канал у нас о жизни в батуми о том как мы здесь живем работаем и оказываем помощь людям которые сюда хотят приехать познакомиться с грузией познакомиться с батуми оказываем сейчас консультационные услуги еще и по турции и партнеры к нам постоянно обращаются сейчас будем проводить прямой эфир еще с северным кипром так как сейчас большая миграция идет и люди хотят приобретать недвижимость и в грузии и в турции и если есть такая возможность финансовая конечно то мы вас можем проконсультировать и рассказать и плюсы и минусы этих замечательных стран в нашем управлении находятся в студии двухкомнатные и трехкомнатные панорамные номера с шикарным видом на море ортопедические матрасы размера king size все номера укомплектованы бытовой техникой и всем необходимым для комфортной жизни апартаменты сдаются посуточно но по договоренности можем сдать вам их и на долгий срок чтобы забронировать эти прекрасные апартаменты пишите нам в отца и если вы собственник апартаментов орби сити вы можете также договориться с нами о сотрудничестве подписывайтесь на канал шерти не забывайте ставить лайк шерти обязательно обязательно